Для приготовления блинов нам понадобится два яйца, сахар, молоко, масло и мука. Оксана Макарцева знает множество рецептов приготовления этого угощения – вегетарианские, фруктовые и блины для приверженцев правильного питания. Свои предпочтения Оксана отдает классическим тонким блинам и считает, что их можно сочетать с любой начинкой – мясной, творожной, со сгущенным молоком и многими другими. Наливаем молоко, добавляем яйцо, добавляем щепотку соли, добавляем соды. Берем венчик и аккуратно перемешиваем. Начинаем потихонечку добавлять муку. Теперь проверяем консистенцию теста. Консистенция должна быть не жидкой. Если тесто у вас получилось густое, можно добавить молока или воды. Тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Сахар добавляем по вкусу. Если вы блины будете делать с начинкой мясной, добавляйте меньше сахара. Так, и добавляем масло. Все, тесто готово. Можем приступать к жарке блинов. Масло необходимо на сковородку для того, чтобы блины не подгорали. Нужно смотреть, чтобы не оставалось сурового теста на поверхности блина. Если теста не остается, мы переворачиваем блин на другую сторону. И у нас получается ровный, красивый, румяный блинчик. А наши блины вы можете использовать с любой начинкой. А у нас это крыжовниковое варенье. Ммм, блинчик очень вкусный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова